Привет, Сил! На этот раз я отвечаю на ваши вопросы о встречах в Австралии. То есть, кого можно встретить там? Вот, это был сложный вопрос. Если кто хочет специально встретиться с давно умершими родственниками, то я посоветовала выбрать место, более того, где я сейчас нахожусь. Вот это озеро, это здесь очень такое красивое место, в этом озере есть лотосы растут. Ну, сейчас не сезон, они уже отцветают. Вот почему я акцентирую на этом месте. Это озеро, в котором есть искусственный фонтан, очень красивый, и здесь есть лотосы, живая природа. Вот, и для того, чтобы разговаривать с давно умершими родственниками, встретиться с ними в Австралии, надо приходить только на такое место. Никогда не стоит заниматься медитациями дома, либо на природе, где нет воды, ни в коем случае не поры. Но также не стоит приходить к океану. Только там, где есть озеро, где вода движется, но, кроме того, вода должна быть стоячей. Но посередине должно быть движение. Надо найти именно такое место. Для чего это? Это для того, чтобы энергетика раскручивалась именно правильно, чтобы давно умершие души не могли оттянуть кусок биополе и забрать его с собой для своих нужд. Поскольку у человека есть биополе, а души, которые остались в Австралии, эти души чаще всего питаются энергетикой чужой. И даже не важно, им не важно, чтобы их был родственник. Они могут забрать энергетику, потому что их об этом просят другие. С тем, с кем они продолжают жить там, в мире, после жизни. Так вот, и как вот здесь сейчас люди гуляют, так и души после смерти, там уже физическое тело умерло. Это одно. А жизнь продолжается, и их астральное поле тоже продолжает вращаться. Но им, у них нет такой привилегии, как у живых. У живых есть возможность набирать энергии из пространства, набирать энергии из еды. А уже у других, кто уже отжил и биологическое тело умерло, у них нет этой возможности набирать энергию из живой продукции, из еды, из воды. У них этого нет. Поэтому души даже уже были родственниками при физическом теле жизни. А потом они уже не родственники. И тогда эта встреча может быть опасной. Им нужна энергия, как человеку нужно кушать. И поэтому эта энергия, которой они питаются, им все равно у кого забирать. А не заберут даже его родственника. Поэтому, чтобы биополе не раскручивалось, и энергию, кусок биополе никто не мог оторвать, потому что кроме родственников гости могут пить и чужие, и иногда даже вредные. Им тоже нужна энергетика, им нужно что-то кушать. Они не могут питаться нормальной едой, они питаются энергетикой живых людей. Так вот, кроме родственников, с которыми хочешь поговорить, пообщаться, но это особый риск. Чтобы с родственниками разговаривать, это надо знать, во-первых, что это точно тот, а не кто-то за место него пришел и им прикинулся. Это тоже бывает. Поэтому, чтобы встретиться в Австралии с родственниками, это надо приходить только на такое место, прежде того, на котором я сейчас. Это раскручивает энергетику, который подходит для любого типа биополя. А о том, сколько типов биополей, это и другой вопрос. В биополя существует 18 разновидностей, это для того, у кого биологическое происхождение энергетика. 18 разновидностей биополей. Это если не занимаешься магией, если не занимаешься посвящением, ничем. То есть, это одно. А то, кого можно встретить и можно ли встретиться с родственниками? Конечно, можно, но главное учитывать, чтобы кроме родственника на встречу не пришел тот, кто может еще также питаться энергетикой и откачать. Гости незваные, нежданные тоже приходят, поскольку там уже другие законы. Это мир неживых, это мир не фантомов, это мир неживых и не мертвых, это посередине. Есть и такое. А то, в другой раз. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok